здравствуйте дорогие друзья с вами доктор труф и это empire total law а вернее мод на эту замечательную игру пираты убирались and russian company версия 3.9 со сборкой модов саб модов разных добавленных без модов на оспу там всякие болячки там чуму и в разные ураганы цунами это я все нахрен не стал ставить не хочу там мега мега страдать оставим это истинным знатокам и хардкор щекам этой игры которые так обожают я сначала хотел сделать обзор на этот мод но потом так посмотрев поглядев я понял что ни хрена у меня не получится на данном этапе я скорее всего запутаюсь если я был по профессии журналистом они жалким актером то наверно это получилось а сначала нужно поиграть поиграть понять прикинуть для себя что к чему и потом может быть даже сделаю прям полноценный обзор будем часовой там на все на все компании что есть запускается мод исключительно в лаунчере то есть есть несколько сценарных компаний назовем это так есть компания за пиратов где после на большой карте пусть выбора многих фракций но играть преимущество уже запираться что у них там свои киты скрипты рождаются то есть есть компания за россию есть компании за россию на большой картина добавлены с добавленными разными мелкими областями но она не крайне нестабильно об этом пишут сами вода дело горит так что на свой страх или вставьте здесь есть испании за есть компания за испанию марокко ну в общем и так далее и так далее и так далее что мне еще понравилось здесь добавлены куча разных юнитов там все живут по особенно у пиратов там я просто соки там помимо там каких-то головорезов джона сильвера еще тут добавлен еще тёлки какие-то обозные шлюхи там непонятные крути вон пожалуйста стоят понимаешь тут веерами машут вот разные пушки с кораблей сняты они теперь стоят здесь поешь там как бы в поле могут использоваться корабельные орудия есть даже специальные тактические ухищрения там примеру каких-то там тех же телок там до пиратов есть гранаты с коротким фитилем то есть они бросают гранаты блин буквально сразу они взрываются в гуще врагов то есть какая-то своя новая тактическая тактическая схема уже боя с ними уже чуть-чуть иная совершенно нежели с обычными гренадерами есть даже добавлен корабль не помню как он точно называется который как корабль камикадзе приплывает в гущу флота и взрывает разнося все огненные свои остатки и останки на противника и собственно приводящих поджогу врага очень круто круто все то есть добавление есть а не при добавлении потому что торговать и могут все 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 кораблики не только торговые суда вот на их перечкох имеется ввиду то есть раньше это был добавлен исходя из того что корабль тупил о корабль тупил и тупил и отправлял военные корабли на и корешки и постояли понимаешь там курили рыбу ловили но торговали сейчас все кораблики вплоть до линейных огромных тяжелых кораблей тоже они торгуют но хреново они хреново торгуют то что ну не то что хреново нормально но классические торговые суда которые для этого предназначены все равно приносит больше денег и стоит меньше по содержанию поэтому они выгоднее на и корешках но это такой был небольшая поблажка для и сделано за россии очень усложненный сценарий мне это нравится из восстания мазепа понимаешь который идет на киев там давайте жинюлей есть значит восстание мистера кондратия булавина значит под и по моему где-нибудь надо ну что ли он там где он там восставал то не помню не суть короче говоря очень круто то есть шведы постоянно там наезжают на россию в общем за россию играть интереснее сложнее намного чем вот я вот не уверен что вот я правильно делаю максимальная служба максимальная конечно сдуемся так сдуемся а вот тут я максимально ставить не буду и буду его нахер вообще не знаю как советует ставить такую не такого что-то замерло все надеюсь не повисло ну да ладненько дала прикиньте повисло сразу часть картинка не успел запустить мод как у меня уже завес он стать господство естественно до 40 властей я думаю нам это по силам да по силам конечно и погнали ваша главная задача обеспечить стране свободную торговлю на балтийском и черном морях посредством завоевания ингермандландии и крымского ханства таким образом вам будут открыты торговые пути ко всем великим западным державам но вряд ли это понравится шведам политика которых становится все более экстансионисткой и вашему давнему врагу османской империи европа постепенно вступает в эпоху просвещения и вам стоит подумать о модернизации социально-экономической структуры россии развивайте торговые связи все отношения спасибо дорогая и так о смотрите здесь есть священники да священники есть так вы если сравнить его с пираты убирались ну такой просто первый взгляд как я смотрел на на imperial destroy и вот пираты убирались сравнить с модом с дестроем destroyer сравнить ну графика примерно такая же примерно такая же я даже я бы даже сказал наверно даже похуже или просто не так сейчас выставлено выставлен графон папам есть и храмчики здесь да то есть храмчики религия есть религия религия есть в отличие от destroyer есть и корички точно это я знаю вот пожалуйста посмотрим вот они пожалуйста вот значит якорёчки вот мое самое любимое у меня вот например в меди 2 любимое это в башенке к сожалению нефтяные обычный вот азия хабы а в империи это половой наполеонит и корички тоже к собираюсь занять все там как в меди 2 все застроить башенками так здесь все и корички занять прям моя цель первостепенной важности ну чтож в отличие от destroyer а вот здесь у нас не гитманат это наша все таки гитманатом тоже яйца протектора там россии но все равно гитманат вот это тоже не черкас это тоже наши земли да там эта земля войска донского тоже отдельной фракции вот единство что крымские татары товарищи товарищи крымские товарищи татары вот они отдельно от нас как и в ваниль и собственно как его imperial destroyer тоже там они отдельно карту я поставил стандартную не увеличенную не у как бы ну не увеличена то я уже сказал ранее до вича как раньше говорили до вича сказал что нестабильна компания с карты под частный вылет еще чего-то один из подписчиков сейчас даже скажу кто вернее наверное не подписчики я точно не знаю то есть ну не показывается короче некий игорь кирасир у нее там тоже есть свой канал чик он там как раз эти всю империю проходит загляните посмотрите в принципе братан бесплатная реклама себе хихихихих где пофиг честно на это сейчас по крайней мере наслаждайся если от из-за меня у тебя появятся подписчики и у тебя добротный канал там все-то он такой не чешный по и ну прям по империи ту и хорошо и ладно вот игорь красивый этот сказал что у него пирату играли с вылетала очень часто на каком-то ходу вот ни одной компании до конца он против не смог не знаю проверим 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 эту ситуацию поиграем каша за россию здесь вот будем ли вы империал дестроф сразу рубиться не знали боли посмотрим сделать какую-то пробную штуку вот мне нравится здесь вот пожалуйста очень красивые такие иконочки все прям к гламурненько были отъебаны вот прям какой-то петр первый наш правитель собственно что у нас тут все по политике по политике на всех херово конечно сразу все херово показать генеологической идею кстати интересно вот у нас софия софия значит да у нас густейший особо и городская казна ну пам-пам-пам да конечно надо справлять ситуацию ну что ж друзья мне пришлось немножко начать заново потому что они выстрел в настройки не криворукие дебил не посмотрел настройках был побольше у меня в войске люблю максимальное количество народу на тактической карте вот и тут прикол я заметил да у меня тут бутырский полк петра великого элитная пехота она у меня максимальное количество этих объектов один из 1 из иного максимум а здесь например обычный пехотные полка и наземного строя нас регулярное ополчение они как бы похуже да дальность 120 меткость 35 вообще пиздец говно рукопашечка 5 здесь у меня 8 ну так сравнить да если защита 10 здесь 16 боевой дух говно 6 их можно максимально максимум можно 20 нанять таких товарищей тут вот это вот кстати это прям очень прикольно это мне очень нравится в моде что в империал дестрой что в пуа пират убирались да здесь например вот пожалуйста провинциальная поместная конница до может 24 нанять их максимально этих товарищей рукопашники 7 ну чё так мало то ребята натиск 13 уже ничего что у нас вот ну вообще есть так есть князь борис николай шереметьев которого вот не помню в ванильный ванильной версии к игр за россию в обычный да у меня все время здесь местного местного генерала который тусовался у киева его все время шваркали бля вот я чё и как я парился его все время кто-то убивал блин какой-то шпион то ли турецкий то ли там какой не знаю какой-нибудь еще скорее всего турецкий постоянно у его шварка на какой бы сложности даже когда я налег сложности играл а у меня 40 40 отрядов может быть таких но это генеральских 40 генералов максимум я могу нанять но я думаю но это прям ну блин за глаза и за уши 40 генералов их бы ребят да но это как бы все прикольно здесь городское ополчение городское ополчение стрельцы значит городские у них пики пехота ближнего боя значит рукопашка 7 даже получим кавалеристов тех натиск 8 то хрен с ним численность не численность вообще количество 12 я могу на я всего 12 таких вот парней вот даст флажочком шведским похожим на шведский флажочек это у нас собственно вот один из полков наземного ополчения значит лефортовский полк петра великого тоже один из одного элитная пехота семеновский полк собственно тоже элитка это у нас да это московская поместная конец как бы обычная кавалерия но тут в этом мне нравится мне нравится так лечение нельзя нанять там как обычно я делал там этот миллионы миллион разных в линейных пехотинцев полков типа грубо говоря да так вот тут черкесс я знаю что блин по скрипту да в по я так почитал немножечко у меня в киеве должна быть жопка ко мне мазепа должен прийти вроде как и какая-то заваруши должна быть здесь киски значит землях войска донского тут должен какой-то восстанется и она да тут уже видно что у меня тут жопы вообще жопы в татаре тоже жопы и да везде жопы твою дивизию это жизнь какая-то везде у меня в москве жопы здесь жопы здесь жопы везде везде жопы то есть конечно надо снижать налоги там да там например ёперный театр у меня короче минус 94 ребята вы прикалываете что ли вы прикалываетесь как так сопротивление новой власти какой новой власти ой то есть буквально на следующий ход минус 94 следующий ход если освобожу от налогов ничего мне это не поможет особо скорее всего восстание здесь будет да и чё обратно я могу нет налоговая политика что такое почему а вот могу херово нажал просто сушки но это это и такая жестокая жестокость если даже пониже я сделаю 89 все равно растет у меня сопротивление ну тут типа будет снижаться но я так не выживу я не выживу с такими доходами никак вообще по всей видимости с самого начала у руси матушки прям а я бы на максимальном уровне сложности да это все правильно максимальный уровень но видимо придется здесь распрощаться временно с этой темой скорее всего в киеве блять киев терять не хочется в москве тут у вас что случилось то блин ребята вы то чуть здесь такие недовольны сопротивленного власти 20 суки как так то блять как так то чушь так херово то все ёпер театр даже не знаю чего начать то куда бросаться куда чё кидаться до хоккей предположим здесь сказание да у нас тоже ох ты пипец тоже тут минус 21 но тут чё не скоро будет жопа над кашел тут втопить храмчик да вот можно 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 топить храмчик храмчик церквушку да 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 в казани это полезная вещь здесь с не надо здесь полнормально все так здесь снижается все снижается кроме верхних слоев короче мне нужно блять не нужно прям я не знаю что как-то повышать какой-то империзм что он дает не помню что интернет это хорошо вот эмпиризм я обычно сразу на эмпиризм бросался чтобы развивать науку а тут видим на социальную какую-то тему степень довольствами с 1 хотя бы так вот эти вещи огораживающие общей общинные земли значит да вовсе шестное скотоводство ресурсно-промышленные реформы петра великого стремление к реформам минус один довольствие товарищи очень неплохо здесь у нас мануфактурные ресурсы из просто содержание дается вот это вот мы тоже не изучили степень довольств ниже слове плюс они стремление к реформам короче надо конечно реформы делать потому что у меня недовольство дикое со всех сторон но при этом еще надо изучать военную технологию генеты там скиш будьте штыки тучки до рекрутинг тут кстати своя линейка я так понял за россию матушку выставлено своя линейка на технологий отдельная но она и видно да вот военная реформа петра такие вот пожалуйста гренадеры петра великого можно будет нанимать этих абордажный канал абордажный команды ясно это скорее всего на море ребятки я не знаю может и нет генадёра бутырского полка например на генадёрская рота лефортовского полка тоже единичные отряды которые можно нанимать конная бомбардирская рота и интерный театр так вот да слушайте круто 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 мне нравится мне нравится но мне не нравится только ситуацию что здесь самого начала меня будут во все щели жамкать жамкать с дикой дикой страстью куда даже не отот какой-то фраера у нас князь меньше когда вот меньше к валили все время точно меня был князь меньшиков его все время тут шваркали просто якобы ч Gallo расправлял сразу убрать бог че сарая там до или ясы например там укрепляться вот здесь вот где-то. И его все время жамкали. Какой-то там шпион. Шпион херен. Так. Бля, ребят, я даже не знаю, с чего начать. Какая уломка какая-то зикая, блин, когда начинать эту игру. Что делать с самого начала? Игорь Киросир, который супер... Вообще, ребят, которым мне советовали мод, убирались, как бы, ну вот... Какие ваши советы, ребят? Сейчас я не буду, наверное, ничего делать, пока. Пока. Вот это вот будет такая первая серия. Хи-хи, первая серия вступления в ад, видимо, на максимальном уровне сложности. Ну, блядь, ну, можно, я думаю, что я смогу справиться, как бы, через страдания. О! Публичный дом даст нам довольственнейших слоев. Обращение населения в безбожнике. Хера себе, какая интересная штука, да? И стоит он, кстати, 2,270 на... А тут нету какой-нибудь фигни такой, а, ребят? Типа там, блядь, нету церковь. Она здесь нужна. Здесь, по-моему, у нас раскольничество. Замечательно. Православный, 50. Здесь все в порядке с религией. С регалией, хотел сказать. С религией. Тут еще мануфактура жмет, конечно. Минус 1. Ну, это не сильно. Проблема в скрипте, видимо. Здесь чисто скриптовая фигня. 99. Следующий ход. Видимо, будет снижаться. Пока не понимаю. Пока не понимаю, будет ли снижаться. Здесь нормально все в Киеве. Здесь вообще никаких проблем в Киеве. В Киеве все прекрасно. Вот Киев надо укреплять. Надо укреплять. Казармы нам степень довольца. Самореализация. Дог на ход. Поддержание общественного порядка. Стоит все 2,270. Вот по месте губернатора. Степень довольца плюс 1. Хорошо. Ну и найм надо делать. Найм надо делать. Вот, пожалуйста. Да, я уверен, что надо делать. Ну, вот тут не уверен. Батарея 4 демоновых. Дальность 6,50. Я думаю, что стационарная артиллерия она как минометы, да? У нас рубит меткость 40. Меткость 45. Вот это вот мне поинтереснее. Все-таки батарея 9-фунтовых фольканетов она все-таки получше. Но стационарка тоже стоит на месте. Ни хера не делают. Как и это. Ну, ух ты, мои мужики. Пехота ближнего боя. Опять рукопашка. Их 420 человек просто налетели. Их можно только 3 сделать. Ее оперный театр. О, они стоят по одному рублю. А сколько содержание у них? 360. Ни хера себе. Стоит рубль один отряд. 420 мужиков за 1 рубль. Мечта любой женщины, друзья мои. 420 мужиков с виллами за 1 рубль. Содержать, правда, таких мужиков дорого. Ну, в принципе, и одного-то мужика содержать дорого, да? Женщины меня поймут. Здесь они, конечно, меня вообще смотрят. Так, казаки Гетмана Скоропадского, драгуны. Стоит 855 рублей. Содержание у них 200. Блядь, дешевле, чем мужики, кстати. И, может быть, только один у нас отряд этого замечательного Гетмана Скоропадского. Я думаю, что я, наверное, найму его обязательно. Потому что уникальные отрядики, мне это прикалывает. Я вообще все уникальные отряды еще в Ванильной Империи обожал. Вот эти вот ограниченные количества казаки какие-то там были. Там три отряда, можно было найти таких казаков. Там какой-то еще полк какой-то, либо гвардии можно было суворовский какой-то нанять. То ли в Наполеоне, то ли в Империи, точно не помню. Но я вот понял, что у них повышенные характеристики. Там какая-то своя рубашка определенная там и своя шкурка. И они качались, когда это вот я вот прям вот, прям радовался. Необычная линейная пехота, например, какая-нибудь кавалерия, которая может нанимать триллионы отрядов. Так, это у нас Донское казачье войско. 12 можно будет отрядов. Здесь ретары дворянской конницы. 16 отрядов. Тут максимально 8. Смотрите-ка. Выборных стрельцов я максимально. Фузеи. Фузеи у них, да. Стреляют с фузеев. Какие-то забавные флажочки. Я не очень понимаю, что это означает. Ну, простите, мое невежество, возможно, какое-то. 10 можно городских стрелков здесь нанять. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, короче, надо, конечно, укреплять Киев. И, естественно, Московию как-то надо. Потому что шведы, они, блядь, стопудов ко мне попрутся. К бабке не ходи. Так, а тут мы кого можем нанять? Мужичков мы можем нанять. О, колодчики, колодники. Три отряда колодников можно. Ё-моё, стоит. 340 содержания. Это их 380. Их поменьше, чем мужиков с вилами. Но они дети с топорами. Люди шахт. Сборная трудовая армия из людей земли. Лихих людей, загнанных в шахты, нужными государству. Отчаянные в нападении. Так же, как и людей земли. Люди из шахты нужно отправить на войну бесплатно. Ну, как бесплатно? Содержание-то у них вот ратата, блин. Но цена не производящих ничего. Шахт будет так же невелика. Понятно. Всё-всё-всё. 1 рубль. Это как бы так прям, считай, это как мобилизация ополчения. Такое. Эх. У тебя в рукопашке они могут так налететь да навалять. Линейные пехоты-то так не душно. У них ближний бой. 5. Ну, не так-то и много, блин. Зато их много. Зато их море вообще. Тут, блин, рукопашка 8. Так на 3 единицы больше у линейников. Ну, это лидка. Так, у этих 5 тоже. Содержание дорогое. Содержание дорогое, конечно. Из всех этих рукопашников странных. А вот они, значит, мужики. И колодники, они все здесь есть. Здесь почему-то вообще нету. Я не могу в Москве нанять линейную пехоту. Для меня это странно. Для меня это странно. Так, ветераны гарнизонной пехоты. Её перный театр, да? Это у нас следующая стадия. Семеновский полк Петра Великого. Тоже можно его нанять. Лефортовский полк. У меня, по-моему, есть он, да? Уже нет. Бутырский. Нет, какой-то должен быть у меня уже здесь. Вот они. Семеновский и Лефортовский. Всё, они уже есть. Их уже не наймёшь. Конные фузелёры. Нижегородский пехотный полк. Вот это круто. И требуется военной реформы Петра Великого. Также требуется военной реформы Петра Великого на выборный солдатский полк, которых, наверное, будет можно много нанимать, я так понимаю. Вот ещё всякие ребятки. Преображенский. Вот, вот, Преображенский. Прям, вот, прям, как, не знаю. Такое ощущение, что это вух-ух-ух какой. А-а-а, да ладно, 1600 рублей. Нифига себе. Содержание, между прочим, кстати, дешевле, чем у мужиков с вилами. Да? Сколько там мужики с вилами стоят? Мужики с вилами стоят 360. А, блядь, вот, замечательный Преображенский полк Петра Великого содержание 300. Да, нанять, как бы, дорого. Обучить там, всё такое. Это всё логично. Боеприпас там 20. Там всё такое. Блядь, обороны. Ближний бой 8, как у всех. Натиск 12. Обороны 17. Прекрасно. Боевой дух. Это замечательная. Меткость стандартная, как у всех линейщиков. Дальность 120 тоже стандартная. Перезарядка 40. Кого тут, не знаю. Вот обычный линейный. Не Лефортовский вот этих-то. Тоже 40 перезарядка. Не понимать. Моя твоя, не понимать. Ну, тут тоже перезарядка одинаковая. Круто, круто. Бля, ребят, боюсь даже сделать шаг вправо, шаг влево. Серьёзно. Преопухи. Что в Казани, кстати, может быть, нанять? То есть, такая же фигня. Ничего особенного. В Уфе. Какой-нибудь Уфимский. Бутырский, блин, не знаю. Якутский. Якутский. Камикадзе, например. Сысольский. Можно нанять только сысольцев каких-то. Архангельские. Ох ты, Московия. Гордовые стрельцы. 13-й полк. Бердыши. Их может быть 6 штук. Выбранные стрельцы. Гордовые стрельцы. Ясно. То есть, как бы... Колодников можно здесь. Здесь нельзя колодников нанять. Да. Вот так вот. Черкесские. Но здесь у меня будет жопа. Буквально на днях. Во! Донской казачий войск. Ну. Только здесь его можно нанять. Только в землях данских. Круто. Круто твою дивизию. Круто и сложно. Сложно, круто и аж хочется кричать. От восторга и ужаса, что меня ждет. Друзья, не буду я делать ход. Пожалуй. Пожалуй. Пожалуй, не буду. Пока. Пишите в комментах. То, что... Как вы считаете, как мне лучше поступить. Особенно Игорь Кераси. Накатай, ты же там в него играл. Блядь. Я очкую. Я очкую делать какой-то ход. Слышь. Стефан Яворский. Скажи, что делать-то. Скажи, что делать, Стефан Яворский. Давайте хоть глянем, что у нас. Авторитет. Не авторитетный мы у меня ни хера вообще. Просто ни разу. С министрами у нас. Как обычно, варьё, блядь, просто дикое. Гений тактики. Какого хера глава правительства гений тактики? Скажите мне, пожалуйста. А если вот так вот сделать? Да, вот. Другое дело. Так. Вот только вот Александр Золотницкий. Главный прокурор у нас честный. С финансами управляет какой-то ворюга. Так. Честное управление. Народник. Весельчак. Ху-ху-ху. Может, тебя в финансы переправить? Министр народника. Или вот Весельчака. А, Весельчак у нас будет. Да. Денег нет, но удержитесь. Я помню. Весельчак. Пускай у нас Весельчак будет управлять государством. Весёлый Весельчак. Как, собственно, сейчас и происходит. Гений тактики. Ёперный театр. И здесь гений тактики. Этот запускает руку в казну. Его надо категорически уволить, блядь. Пидора этого. Нас флотом теперь управляет какой-то фраер обычный. Вот этого гения тактики. Сторонник прогресса. Честный. Народный. Народный. Где не так. Давайте-ка мы вот морально неустойчивый. Ну, блин. Куда ты в политику лезешь морально неустойчивый, а? Жириновский. Давай-ка вот так вот сделаем. Во! Сразу видно, что. Ух! Ух-ух. Другое дело. Так, флот. 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 Флотом нам заниматься некогда. Суровая репутация ревения. Реализм будет минус пять. Хорошо. Вот так вот делаем. Другое дело. Сразу политика у нас не поменялась. Не поменялась. Ну, может быть, давайте глянем там, где у нас было 99-98 в землях войска Донского. Может, что-нибудь из-за каких-то перестановок в правительстве или что-нибудь. Ну, по-моему, нет. По-моему, вот нет вообще, блядь. По-моему, категорически нет. В Казани, блядь. Вот это пипец. Придемиум власти 30. Ну, ребята, ну что ж такое-то? Ну, что ж вы творите? Ну, почему? Почему? Ну, церковь все-таки надо в Казани зарубить. Черкесский 50 на 50. Я, наверное, отправлю в земли Черкесска вот этого парняву. Мне кажется, это будет правильно. Давай, иди туда. Пропагандирую там, собственно. Наше право. Вот, шпион Сонни, Ефим Наумов. Шпион у меня, по-моему, один. Да, ну иди сюда. Иди к шведам. Шведы все-таки поопаснее. Может, повезет, кого-нибудь шваркнешь там, не знаю, что. Сюда вот. Потому что я чувствую, что кого-то из вас точно вольнут. Либо Голицына там, либо Шереметьево, либо, блядь, меньше кого-то из вас точно убьют. Бусурманы. Так. Гетмилл. Скоропадского. Два хода. Возьмем, возьмем. Мужиков брать. За один рубль можно, конечно, мужиков набрать кучу. И прямо, эх, мужиками забрать в Санкт-Петербург. Построить его, так сказать. Ух. Что, если нанять себе побольше этих мужиков? Вот таких разных, да? Сколько они там будут стоить у меня? За один-то рубль. Во. И все, что ли? А, их только три отряда всего, может быть, таких мужиков. Они дорогие. Ну, как бы, содержание дорогие, к сожалению. Но это такой... Мне кажется, это вариант все-таки немножко не тот. Мне кажется, это вариант из серии, блядь, помогите. Помогите, нету денег. Надо срочно отбить какое-нибудь нападение. Еще что-нибудь. Другой немножко вариант. Так, ну что ж, давайте пока на этом и закончим. Еще не очень понимаю, что мне делать. Конечно, надо по-хорошему... Блядь, не перизмус. Это гражданские реформы. Глезный бунт. 10%. Да ладно, блядь. Вот. Стреление к реформам. Раз. И два. Вот скорость изучения. Да, все-таки надо Петра Великого. Что, два хода будут идти? Замечательно, давайте. Может, это меня спасет. Хоть частично будет отодвигать это восстание в моих провинциях. Потому что это священный сенот. Замечательно, блядь. Священный сенот. Можно будет втопить, например. Что он дает? Обращение в православие. Ясно. Ну, ладно. Можно будет поставить, например, здесь вот священный сенот. Потом в церквушке. Все, друзья. Давайте на этом закончим. Пишите в комментах ваши предложения по дальнейшему ходу. Потому что, блин. Я даже не знаю, в какую сторону пока двигаться. Я знаю, что мне будут угрожать с этой стороны. Представляю, что у меня будет здесь восстание. И какой-нибудь пидор в Киев. Как обычно, с трех сторон. Как и в ваниле проблемы. Проблемы со всех сторон в России, естественно. Ну, и внутренние. Все эти религиозные. Фу, религиозные. Восстанческие они вот тут. Видны. О, кстати. Заметьте, да. Вот я что-то поменял по ходу дела. Правительство. И здесь вот слуга. Вот это уже желтенькое. Было красненькое. Реформа. Требования реформ. Да вы хриели. Да, стали уж. Требуют реформы. Все. Давайте. На этом мы закончим. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Обязательно вступайте в группу. Вступайте в группу ВКонтакт. Подписывайтесь на канал. Комментируйте и любите эту игру. А с вами был доктор Труф. Пока-пока. До следующих встреч.